О том, что Норильский район ожидает новая жизнь, можно судить по развитию социальной инфраструктуры. Очередь детских садов там практически ликвидирована. За год в Норильске открыли третье дошкольное учреждение. Подробности в сюжете далее. Здравствуйте, я Норильчонок Дошкаленок. Я сегодня очень рад, что открылся детский сад. Буду вам я помогать детский сад оберегать. Талисманом буду вашим, чтоб жилось легко, без бед. Пусть всегда из окон наших раздается детский смех. Таким событием может похвастаться далеко не каждый город России. Буквально за год в Норильске открывается третий детский сад подряд. Здесь не стали особо мудрить с названием, и дошкольное учреждение так и назвали. Норильчонок. 300 детей, 12 групп по 25 ребятишек, наконец-то дождались своей очереди. А городское управление образованию с гордостью отчиталось. В настоящее время всем родителям, всех детей 2009 и 2010 года рождения направлено уже приглашение для получения направления путевки в детский сад. В условиях Крайнего Севера, когда морозы не позволяют лишний раз выходить на улицу и общаться со сверстниками, каждый детский сад – жизненная необходимость. Особенно, когда построен он с учетом всех мелочей. Полы в группах с подогревом, специальная система вентиляции. Помещение не нужно дополнительно проветривать и обогревать. Дошкольное учреждение Норильчонок открыт. Мы открылись третьими, нам было сложнее всего, потому что нужно было быть отличными от всех остальных. И я думаю, что нам это удалось. Узкие специалисты, логопед, психолог, музыкальный работник – все как положено. Обещают консультации других педагогов по мере необходимости. А вот специальный кабинет здравушка – новшество. Его сделали специально, чтобы восстанавливать детей после различных заболеваний. Есть тубус, есть специальное реалкационное кресло, есть ингаляторы. Все для того, чтобы детки после повозвращения из больничного листа смогли восстановиться, то есть и приступить к нормальному режиму посещения дошкольного учреждения. Есть зимний сад с фонтаном, и это тоже очень важно. Ярких красок и зелени там, где снег лежит большую часть года, сильно не хватает. А еще бассейн, легкоатлетический манеж, хореографический, музыкальный и спортивные залы. Хорошо, пока нравится, красиво. У нас тут все есть бассейн, есть. Особенно мне нравится бассейн, то, что бассейн хочет. Ну, пока еще нас не перевели. Вы настоящие девчата, любите вместе играть. Мне нравятся игрушки, ходить зимний шаг, там гномки хозяева, там водопад. Есть аквариум, зона для чтения и отдыха детей, обещают живой уголок. Специальное помещение для питомцев уже готово. Две прогулочные веранды и еще много всего, что обязательно должно быть в настоящем детском саду. Юлия Лебедева, 7 канал Новости, при поддержке телекомпании «Северный город Норильск». Редактор субтитров А.Семкин.